Приветствую всех, заглянувших на мой канал Творческий процесс. Сегодня магическое действие ручной работы будет вокруг цветка ириса. Своё имя цветок получил в Древней Греции по имени богини Ириды, которая, как посланница богов, сходила по радуге на землю. Поэтому слово ирис в переводе с греческого обозначает радуга. Ирис довольно-таки распространенное декоративное растение. Этот цветок популярен как в Европе, так и в Азии. Кроме изящного дикорастущего ириса, известно также множество сортов ирисов. И поэтому эти цветы имеют большое разнообразие в окраске. И мы сегодня еще увеличим популярность этого цветка и создадим еще один рукотворный. Для этого нам понадобится для начала нарисовать эскиз. Я нарисовала несколько и выбрала тот, который мне понравился больше всего. Затем его нужно перенести на фетр. Еще нам понадобится мононить, у меня 0,12, и иголка для пришивания бисера. Также нужно подобрать соответствующий по цвету и вашим желаниям бисер. Вырезаем из фетра эскиз по кругу, так чтобы не оставалось уголков, за которые потом будет цепляться мононить. И начинаем подбирать материалы. Будет скучно, если брошь будет только из бисера, поэтому я хочу украсить еще ее разнообразными бусинами и стразами. У меня есть вот такие вот стразы, которые будут в серединке нашего ириса. Я их покупала на Алиэкспресс. Страз находится в цапе, а в цапе внизу есть дырочки. За эти дырочки пришиваем эти стразы. Если стразы большие, то лучше его для начала приклеить. Тогда он не будет никуда убегать и будет легко его пришивать. Но эти стразы не очень крупные, поэтому я их не пришивала, не приклеивала заранее, а пришила сразу к нашему фетру. Я взяла в этот раз голубой фетр, поскольку в основном я буду делать этот ирис из бисера голубого цвета. Чем же еще мы украсим середину нашего прекрасного цветка ириса? Каждый волен делать так, как ему больше нравится. Но мне больше нравится, когда фактура достаточно разнообразная. Ну и, конечно, нужно исходить из того, что есть в наличии, какой есть материал. Ну или пойти покупать его. Но у меня есть вот такие прекрасные голубые бусины. Я бы сказала, что у них переходный цвет от голубого к бирюзовому. И они займут свое достойное и чудесное место, как серединка этого цветка. А также я нашла у себя вот такие перламутровые бусины, которые есть у меня. Есть такие жемчужины. Они у меня есть белого, розоватого и вот такого желтоватого и даже желтовато-зеленого цвета. С одной стороны будет две ярко-золотистых этих жемчужины и одна зеленовато-золотистого цвета. И с другой стороны будет также две ярко-золотистого и одна золотисто-зелёного цвета. Этот золотисто-зелёный цвет будет потом переслужить переходом к зелёному цвету. Также у меня есть вот такие замечательные сверкающие прозрачные бусины, и я их тоже решила здесь использовать. Они имеют тоже какое-то своё название, но я никогда не запоминаю. Вернее, я сначала запоминаю, но потом забываю их название. Вот так пока выглядит эта серединка. Можно сразу заполнить маленькие пространства прозрачными бисеринами, как-то их между собой соединить. Ну и стараться ещё раз проходить иголкой между близлежащими бусинами, так, чтобы закрепить их между собой, и между ними не оставалось пространства. Вообще, для изготовления таких сложных работ, конечно, лучше иметь много разного материала, так, чтобы делать плавные переходы от одного цвета к другому, если есть такая задумка. Я буду использовать сегодня, например, бисер от светло-голубого к тёмно-голубому. И этот материал называется канитель. Канитель бывает жёсткая и мягкая. Это такая металлическая пружинка, и она отлично подходит для вышивки, и для таких вот декоративных работ. Она сверкает и переливается, и ей хорошо создавать контуры. Она растягивается, но в данном случае я буду пришивать её по контуру, не растягивая. Лучше начинать не с самого-самого кончика, а чуть-чуть отступить. Потом вернуться к кончику, и тогда будет легко пришивать уже весь этот кусочек. Конечно, придётся, если я хочу сделать контур, то я пришью сейчас этот кусок этой канители до конца лепестка, и потом её нужно будет, этот кусочек, обрезать. Для этого вообще существуют специальные ножницы, потому что ножницы от этого тупятся, от обрезания металлических деталей, и поэтому лучше, конечно, иметь специальные, или те, которые не жалко. И следующую часть лепестка нужно уже пришивать следующим куском этой канители. Вот таким вот образом. Не обязательно там через каждое звено можно отступать, потому что потом, когда я буду обшивать всю брошь в целом уже, то эта канитель будет пришиваться ещё раз. Поэтому слишком сильно стараться пришивать её первый раз не стоит. А это называется стразовая лента. И лепестки ириса я обошью этой стразовой лентой. Сделаю контур из стразовой ленты. С ней нужно поступать точно так же, как и с канителью. То есть пришиваю не начиная с первого, начиная не с первого звена, а со второго или третьего, потом возвращаясь к первому. Это стеклярус. Замечательный голубой стеклярус. Он отлично подойдёт для того, чтобы изобразить при помощи него серединку лепестка. Ну и также разнообразить фактуру, раз я хочу сделать этот ирис из разного материала и голубого цвета. Стеклярус можно пришивать по одной штучке, а можно точно так же, как я поступаю с бисером. По две штуки, потом вернуться назад и пройти ещё раз предыдущую деталь. Теперь начинаем вышивать сам лепесток. Как я говорила, от светлого к более тёмному. У меня есть четыре разных переходных оттенка. Воспользуемся тем, что имеется. Как я уже говорила, я люблю пришивать по две бисерины. Две, потом иголка между ними проходит в предыдущую бисерину. Таким вот образом. И так до конца. Но каждый ряд я потом прохожу ещё раз. И подтягиваю нитку. Так, чтобы все эти бисерины лежали ровно. Вот что получается. Кончик лепестка тёмно-тёмно-синий. Там даже более мелкий бисер. Всегда хорошо иметь также много разного размера бисера. Чтобы можно было маленькие, вот там на кончике, например, лепестка, остаётся маленькое совершенно пространство. И, конечно, если туда пришить крупный бисер, то будет ткань топорщиться, и он туда просто не будет влезать. И тогда хорошо туда поместить какую-то мелкую бисерину. Это чудесный бисер японского производства. Он довольно дорогой, но он того стоит. Он очень красивый и блестящий. Есть у меня маленький, кругленький бисер, а есть такие вот бисерины, которые сейчас я и буду пришивать, которые на самом деле называются не бисер, а они называются делика. Делика – это такие трубочки. Может быть, у этого бисера даже есть какой-то специальный, у этой делики есть какое-то специальное название, потому что она не круглая в сечении, а там в сечении треугольничек. И от этого они сверкают еще больше. Ну и, конечно же, тоже имеют свою какую-то другую фактуру. Очень симпатично. Еще этот бисер хорош тем, что он весь одинаковый по размеру. Очень-очень ровненький и одинаковый. Хотя иногда мне нравится, когда бисер и разного размера бывает в пакетике, потому что иногда вот бывает нужно покрупнее, иногда помельче. Но иногда нужен бисер, конечно, чтобы он был совершенно ровный для каких-то работ. Вот, как я говорила, я еще раз прохожу весь ряд снова, после того, как пришью все детали этого ряда. И там, где остается уже небольшое пространство, то я заполняю мелким-мелким вот этим японским бисером. Также пришиваю по две штуки. Если вы когда-то выращивали, видели, наверное, много раз цветки ириса, то должны помнить и знать, что, как правило, все-таки у ириса, особенно у сортового ириса, нижние лепестки отличаются по цвету от верхних. Ну или хотя бы оттенком они отличаются. Листки ириса я, конечно, буду делать зеленым, но тоже мне хочется их разнообразить, и поэтому я пришиваю в нижний листок вот такой замечательный переливающийся круглый страз. И он, этот зеленый страз, хорош тем, также я его, видите, не приклеила, и поэтому он создает некоторые проблемы и пытается убежать. Но мы его все равно пришьем. Человеческий разум обязательно победит. Он хорош тем, что у него есть переливы. Переливы от зеленого к розовому. И поэтому он, конечно же, тут подходит как нельзя лучше, создавая такое гармоничное сочетание и переходы как раз от зеленого к розовому. Пришивая стразы, не обязательно использовать иголку для бисера, и мононить такую тоненькую. Можно пришить и иголкой покрупнее, и нитку взять тоже покрупнее. Ну и пройтись, конечно, несколько раз, два-три раза через эти вот дырочки, которые находятся в цапе, так, чтобы страз держался уже там плотно и не болтался. Зеленого бисера у меня также много разного, разных оттенков и разного размера. И этим я, конечно же, воспользуюсь. А, собственно, зеленого бисера у меня много как раз, потому что я очень люблю всякие ботанические штуки, очень люблю всякие цветочки вышивать. Поэтому, конечно, зеленый бисер, для тех, кто любит делать цветки, то он, конечно, необходим много разного и разнообразного. И стеклярус тоже неплохо бы, и делику всякую иметь. Точно так же маленькие пространства я заполняю совсем мелким бисером. Вот такой вот у меня здесь хранится совсем мелкий-мелкий. Это тоже японский бисер. Вот он. Видите, какой симпатичный, переливается весь. Очень блестящий и яркий. И он по цвету тоже очень подходит к этому крупному стразу, который уже занял свое место на этом листке. Если вы заметили, то я по ходу работы изменила эскиз цветка. Как-то мне то, что было нарисовано, не очень понравилось. Ну, вернее, понравилось. Что-то я решила, что нужно сделать другие листки, нежели я подумала раньше. А это мягкая конетель. И эту мягкую конетель я сейчас тоже буду резать ножницами. И использую ее также для того, чтобы задекорировать свой цветок. А именно, вот так пришьем между этими стразами. С мягкой конетелью нужно обращаться очень аккуратно, потому что ее можно помять. Точно так же пропускается иголка снизу, точно так же, как при пришивании бисера или стекляруса. Потом пропускается внутрь этой трубочки замечательной. И трубочка должна быть вот такого размера, как эти стразы у меня. И делается такая дуга. Я пришью две такие дуги. Одну с одной стороны крупного страза и другую с другой стороны этого крупного страза. Аккуратненько, так, чтобы не помять. А теперь я пришью несколько золотистых мелких бисерин между этими голубыми. Во-первых, это будут как раз такая пыльца там будет между этими, пыльца растений в этой серединке. И они, это золотистые бисерины, будут как бы таким цветовым переходом между конетелью, золотыми, золотистыми бусинами и вот этой самой серединкой. Несколько золотистых бисерин разного размера. Вот что получается у меня. А теперь я делаю тычинки. Очень люблю создавать такой объем. Тычинки я делаю также из мягкой конетели. И делаются они таким образом. Надевается на иголку кусочек конетели. Лучше разного размера делать, чтобы они были разные, эти тычинки. Потом бисерина золотистая опять же. Иголка проходит снова в трубочку, выйдя из бисерины и пришивается к фетру. Таким образом нужно сделать несколько тычинок. Ну, сколько кто хочет. Я сделаю нечетное количество, а именно 9 штук. Сначала иголка проходит в трубочку, потом бисерина. Бисерина пропускается в трубочку и таким образом получаются вот такие вот тычинки. Моя брошь стала еще более объемной. Ну и теперь пришло время для заключительного этапа. Надо аккуратнейшим образом вырезать ее из этого фетра, так, чтобы не задеть ниток, которыми она вышита. Вот, например, пришитая конетель, которую я контуривала. Затем положить ее на кусочек картона, обвести карандашом очень аккуратненько. И после этого картон надо будет вырезать. Этот картон приложить к кусочку кожи или, как у меня, эко-кожа и также обвести. После этого картон нужно уменьшить миллиметра на два на три. Так, чтобы он был меньше по размеру и кожи, и броши. И намазать клеем. У меня момент. И вот таким вот образом распрямить. Пока сохнет, засыхает этот клей, займемся кожей. Берем застежку, которая должна быть наготове. Намечаем там, где должны быть дырочки. Дырочки вырезаем аккуратнейшим образом. Лучше даже поменьше, потому что кожа тянется. Вот эта эко-кожа не так хорошо тянется, а настоящая кожа, она вообще тянется замечательно. Поэтому дырочки лучше поменьше вырезать. И вставить туда застежку. Вот таким вот образом. Растягиваем и вставляем. И точно так же приклеиваем на клей. После этого можно будет заниматься обшивкой броши, то есть оформлять ее край. В некоторых своих видео я показывала, как я это делаю при помощи все той же жесткой конители. Но сегодня я буду делать это из бисера. Когда заметили вы, наверное, что я еще и обрезала остатки кожи. Совершенно не страшно, если кожа изначально чуть-чуть больше. Лучше ее потом обрезать. Лучше больше, чем меньше. И бисер я люблю пришивать вот таким простым и незатейливым способом, как я сейчас вам покажу. Берется бисерина, втыкается, при этом прихватывается конитель, сзади заводится и выводится наружу через бисерину. Снова бисерина проходит через кожу и фетр. Иголка, нитка сюда. И сзади этой бисерины пропускается снова иголка с ниткой и набирается новая бисерина. Еще раз. иголка через кожу и фетр. Сзади бисерины. И вот таким образом выполняется вся обшивка броши. Но в этот раз я, конечно же, решила выпендриться по полной и буду обшивать эту брошь там, где зеленые листья зеленым. И даже, как видите, пришиваю здесь красивую бусину яркую, блестящую, зеленую. Там, где голубой, буду обшивать голубым, а там, где розовый, розовым. Причем голубой я буду также... Переход у меня будет от светлого к темному, а розовый будет с деликой и мелкими бусинами. Вот что получилось у меня в результате. Если вам мой мастер-класс был полезен, если вам понравилось, что получилось в результате, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что на моем канале есть много интересных плейлистов, посвященных не только изделием ручной работы, но также, например, плейлист, который называется «Ландшафтный дизайн», плейлист, который называется «Натуральные камни и минералы». А также, если вы хотите посмотреть, что я делаю еще, заглядывайте на мой сайт. Всем творческих успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok